господа приветствую сегодня мы с вами попробуем вино хаула шор новая зеландия нельсон сорт мерло 2016 год это вино я купил в красном и белом почему я купил именно это вино потому что в основном из новой зеландии это пенонуары это савиньон бланы а мерло встречается не так часто и даже я как-то давно не пил мерло из новой зеландии поэтому плюс еще здесь поставщик марин экспресс до который представляет бутики венисима поэтому ну вот прям выбор пал на него мне стало интересно что там такое цена у него 599 рублей 99 копеек ну грубо говоря 600 рублей не супер дешево но опять же до новой зеландии как правило там дешевых мин не бывает но у нас здесь из новой зеландии дешевых мин совсем не бывает что с обратной стороны нельсон хаула шор мерло вино защищен географическим указанием свое красное новая зеландия нельсон стопроцентный мерло выдерживается около одного года в дубовых бочках алкоголь 14 процентов дата розлива 05 08 2019 импортер как сказал о марин экспресс используется бургундская форма бутылки используется как я говорю клик-клак да что очень удобно и это говорит о том что вино не требует какой-то выдержки что вообще можно сказать о сорте мерло мерло сорт который родом из франции из бордо он чаще всего используется в блендах то есть допустим какая его задача его задача допустим сорт каберне сувенион в бордовском бленде немножко сгладить добавить каких-то фруктовых нот сбавить вот это вот агрессивные сбавить агрессивные танины каберне сувениона немножко успокоить сделать более круглым более спокойным вот в общем то задача мерло мерло очень противоречивый сорт то есть отношение к нему очень разные фильме на обочине допустим главный герой он просто стоптал с грязью мерло он фанат пенонуара но я считаю что мерло интересный сорт то есть он международный он ходит в бордовский бленда то есть без него представить сейчас достаточно сложно там классику до бордо и опять же да в то же время из мерло практически там полностью из мерло делается самое дорогое вино это петрюс в мире то есть как бы недооценивать этот сорт я считаю просто ну каким-то преступлением что ли мерло вообще проявляет себя очень по-разному то есть он может быть и таким сложным каким-то развивающимся бархатистого может быть просто таким легким фруктовым то есть он прям вот очень такой сорт многолития бы сказал очень много зависит от земли и от винодела но это в общем-то и прельщает то есть он бывает очень разным тоже прикольно также этот сорт по моему мнению не такой для начинающих то есть он очень гостеприимный сорт он не будет как-то особо шокировать до какими-то танинами какими-то какой-то кислотой до через там мощи еще с чем-то то есть он вот такой очень покладисто да по большей части то есть да я считаю что он для начинающих это не значит что он супер простой я так не считаю но просто в него через него проще до вкатиться в этого во все чем пробовать какой-то там каберне свиньон до молодой то есть это уже можно пить в таком ну в общем то в молодом возрасте а каберне свиньон в молодом возрасте это будет ну такое ну прям чаще всего прям дощечка да то есть для восприятия особенно для первого ну как-то сложновато а это вот самое то посмотрим что это такое очень интересно хороший импортер интересный сорт интересная страна то есть ну вот цена тоже в принципе привлекательная да посмотрим что внутри для дегустации нам понадобится бокал и все открываем как я повторяю все очень просто открывается это конечно очень круто цвет достаточно прозрачные скорее по цвету он гранатовый и с легонькой такой легкой коричневой окоемочкой цвет очень приятный то есть цвет он такой какой-то вот стали бар до шины и по аромату я уже немножко чувствую вкуснятинку давайте аромат запах что в первом аромате такая фруктовость и такие легкие маринады очень приятный запад давайте покрутим аромат очень спокойны очень такой тонкие это не баристы пенотаж когда из бокала дав вырывается прям фейерверк ароматов и всего здесь такого нет здесь все очень тонко и закрыта в общем-то ароматика здесь какая джемовость малина анималистика это легкие соленья чуть табака чуть кожи чуть специи но это все очень тонкой то есть это все есть но это в бокале все очень тонко и что я могу сказать что в общем то в общем то я если бы не налили его в бокал я бы скорее всего процентов на восемьдесят угадал что это мерло понятно что нужно будет попробовать и тогда сделать заключительные выводы но по аромату вот на первом этапе да это вот такой вот достаточно легкий стиль мерло чувствуется в аромате что вино выдерживалась бочки но она не передушина бочкой то есть свежесть в вине остается бочка чуть дает комплексности до в аромате то есть она становится более таким чуть более сложноватым дать чуть усложняет но стиль у этого вина такой достаточно свежий плюс здесь еще открывается такие зеленоватые оттенки ароматика мне нравится то есть почему я еще могу сказать что ты ролл потому что вот прям напрашивается вот да классический бордовский блэнд каберне савиньон мерло до основные сорта и вот когда ты нюхаешь бордо у тебя идет каберне савиньон если его больше дойдет каберне савиньон такой насыщенный все он чуть проходит и после него выходит тот как раз мерло до своей какой-то фруктовостью чуть вот этой вот небольшой простоты элегантности да вот такой непринужденности и вот здесь как раз вот это вот вторая часть то есть прям вот вертится на языке да на 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 по аромату ну на языке условно да то есть хочется вторые вот какие-то волны до пришествия каберне савиньона чтобы он так немножко это все что ли взбодрил обтесал и задал такого до определенного жара в этом все но так как здесь сто процентно мирло поэтому здесь вот только такая элегантность давайте пробовать вы знаете вкус вкус как-то вот мне не очень почему чувствуется алкоголь 14 процентов вот прям чувствуется то есть настолько тонкая и не алкогольная ароматика в начале и вот в конце такой алкогольный и грубоватый вкус то есть вот это вот сочетание то есть вкус совершенно другой когда вы нюхайте вино и когда вы потом пьете это две разные вещи вот абсолютно черные и белые вкус и на какой алкогольные танинов практически нет вообще алкогольный кислотный и еще присутствует горечь я думаю что ему не хватает танинов то есть баланса в нем нет горечь она как-то вот прям очень сильно выделяется это не такая пикантная горчинка это вот прям такая вот прям горечь который это такое вот прям хочется тебе ее прям проглотить и забыть вы знаете мне мне не нравится это вина вкус вот прям вкус ужасный вкус до вкус даже чем-то напоминает вот пинануар санта луз то есть вот это вот горечь вот это вот что происходит во рту у меня то есть во рту у меня происходит я делаю глоток у меня вот сюда сваливается горечь у меня сваливается кислотность которая вот так вот прям иглами все колет горечь еле-еле вот так вот проходит и и проглатываешь она еще тянется остается с этой кислотностью танинов нет чтобы это все плюс вот этот еще алкоголь и вот ты просто такой то есть пьешь как водку то есть водку ты проглотил все и это такой возможно что бутылка да опять немножко не такая возможно что она перестояла возможно не знаю какие факторы в нем есть вот этот задаток до берлок хорошего прикольный в аромате он есть и во вкусе он прослеживается то есть ты делаешь сначала готов и такой и потом вот она заполняет рот и превращается просто в какую-то кашу вот невкусную горькую алкогольную кашу да это вино не для начинающих и я бы сказал что это вообще вино не для кого 600 рублей это очень плохо для вот того вина который у меня в бокале это очень плохо я этому вину не буду ставить никакой оценку к сожалению думаю я конечно что за вот этого поставщика за эти деньги новая зеландия мерло будет что-то интересно прикольно но увы может быть у меня такая бутылка может быть я никогда об этом ну не спорю но я говорю о том что у меня в бокале кто-то может сказать да ты наверно просто не любишь горечь горькие вины такие мощные я пивал вина которые мощные с горчинкой да со всеми делами но есть пикантная горчинка есть мощная горчинка а есть горечь это вот разные вещи здесь именно горечь насколько вот люди любят горечь даже само название горечь она сразу до подразумевает сразу всплывает какие-то на такие вот неприятные негативные моменты до этого сприятия то есть горечь итог аромат с небольшим задатком то есть он интересный ты прям такое а интересно какой будет вкус прикольно но вкус ужасный горечь алкоголь вкус прям вот вообще ужасные поэтому оценка 0 пишите может быть кому-то это вино нравилось кто-то может быть брал другой год оно было другое ну вот то что у меня в бокале это ну вот прям вообще по нулям а джаз